Привет! Меня зовут Сергей и сегодня мы продолжаем смотреть историю о крокодиле Васи и его друзьях. Вася встречается с Куалой. Куала это девушка Пети. Они сегодня встречаются для того, чтобы поговорить о даче. Дело в том, что Вася, он уже был на даче, а Куала едет на дачу в первый раз и она хочет спросить его, что такое дача? Куала очень сильно хочет поехать на дачу, потому что она слышала, что это очень прекрасное место. Однако у Васи есть другое мнение. Ну что, вы готовы? Поехали! О, привет, Вася! Привет, привет, Куала! Как твои дела? Да, ничего, всё хорошо у меня. Как у тебя дела? Да, нормально, нормально, помаленьку, помаленьку. Ну так вот, пожалуйста, расскажи мне, что такое русская дача? Я слышала, что это как наш country house, вот, и я думаю, там должно быть очень весело. Это правда? Весело ты говоришь? А что, ты же был на майских праздниках на даче, правда? Да, я там был. И тебе понравилось? Ну, как сказать, это трудно, трудно ответить. А почему? Ты был у зайки на даче, да? Да, да, у зайки, у её родителей, с ними тоже вместе. А, ну вот, и мы едем с Петей тоже к его родителям, то есть на ту же самую дачу. Так вот, я слышала, что у русских на даче они любят готовить барбекю. Ну да, они готовят шашлыки, это правда. И да, там будут шашлыки. Да, будут шашлыки, но тебе сначала надо поработать. Поработать? Почему? Мы едем на дачу. Это ведь место, где все отдыхают. Там есть красивый газон, где можно лежать и отдыхать на солнце. Газон есть, это правда. Но тебе надо сначала его подстричь. Подстричь? Но ведь я, я не садовница, не садовник. А ведь садовник это делает. Ох ты, избалованная коала. У нас нет садовников там на даче. Нету? Нет, у них нет садовников. И что, они всё делают сами? Да, они всё делают сами. Тебе придётся самой подстригать газон. Готовься. Ой, мамочки, боже ж ты мой, что же делать-то, а? Но, по крайней мере, после рабочего дня, там должна быть какая-нибудь бассейн, да? Есть красивый бассейн, где можно поплавать и отдохнуть. Ха, нет, бассейна там нет. Нет бассейна? Я слышал, что ты плавал. Да, я плавал в речке. В речке? В, в, в реке? Но ведь там очень холодно и грязно. Ну, не так всё и плохо. Немножко, конечно, холодная вода, но довольно-таки чистая. Ой, боже мой, значит, надо будет плавать в речке. Уф, а там быстрое течение? Ну, такое нормальное, не очень быстрое течение. Я думаю, ты справишься. Ладно, а что ещё вы делали там на даче? Значит, ты говоришь, вы работали, да? Ну, да. А, значит, вы собирали ягоду в саду. Там есть красивый сад, где много цветов, ягод и разных фруктов. Там есть не сад, а огород. А что такое огород? Огород – это как сад, но только там ты стоишь не так, а вот так. Почему? Что ты имеешь в виду? Ну, потому что это огород, где растут овощи. А, да, овощи. И как же яблоки и груши? Там нет яблок и груш. Есть только морковка, которую нужно полоть. Полоть? Да, вытаскивать ненужные растения. И вот так вот ты весь день вот так работаешь, работаешь. Ох, боже ж ты мой, что же мне делать-то? Я не готова к такому тяжёлому физическому труду. Ну, что поделать? Тебе надо будет учиться, если ты хочешь иметь хорошие отношения с родителями Пети. О, ё-моё, ё-моё. Ну, хорошо, но, по крайней мере, я слышала, что у всех русских на даче есть баня, и это очень приятное место. Это как спа, правда? Хе-хе, спа. У-у-у, ну, тебе, конечно, будет очень интересно там. Почему? Ты знаешь, что делают русские в бане? А что? Они тебя бьют. Бьют? Почему? Я ведь ничего не сделала. Да нет, это такие процедуры. Они берут венник, берёзовый или дубовый, и потом они тебя бьют. Страшно, но зачем они это делают? А им так нравится. Я думаю, они садомазохисты. О, боже, что ж я... Я не хочу ехать на дачу. Это страшно, Вася. Ну, ладно тебе, всё нормально. Это не самое страшное. А что самое страшное? А ты была когда-нибудь в туалете на даче? А что, ну, туалет везде как туалет? Нет, на даче туалет на улице. В смысле на улице? Ну, в прямом смысле. Там есть такой маленький деревянный домик. Ты заходишь туда, а там такая дыра. И там кто-то живёт. Там кто-то живёт? Да, там кто-то живёт. Ужас! Вот. Ну, не переживай. На самом деле, дача это не так плохо. Да? Ну, ты мне так всё рассказал. Мне уже страшно. Я не хочу никуда ехать. Да нет. Ты знаешь, вот когда мы поработали весь день, да? Мы покопались, поливали все растения, вытаскивали все эти сорняки, пропололи всё, да? И потом мы сходили в баню, попарились, а потом мы кушаем вкусные веганские шашлычки. Да, у меня веганские. Ага. И да, и мы просто отдыхаем, разговариваем, пьём чай. И даже папа Пети, он играл на гитаре. Правда? И пел песни, и пел песни. И это было очень классно. Ой, ну ладно, хоть не так всё и плохо, я думаю, я справлюсь. Да, но это будет нелегко. Я готова. Молодец, так держать. Ну всё, желаю тебе удачи на даче, съезди. Удачи на даче. Съезди туда и потом мне расскажешь. Хорошо, спасибо. И не забудь одеть длинные штаны. Почему? Ну там комары повсюду вечером будут тебя кусать. Комары, ну... Нет, всё нормально, всё нормально. Давай, до скорого. Нет, ну Вася, подожди, какие комары? Какие комары? Это всё на сегодня, друзья. Спасибо, что вы смотрели эту историю. Если вам она понравилась, расскажите мне, какой у вас опыт с дачей? Были ли вы на русской даче? Что вы там делали? Отдыхали или работали? Или и то, и другое? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А также расскажите в ваших странах есть дачи или нет. Если вам тяжело понимать это видео, то для вас специально я сделал курс. И у меня вышла вторая часть курса. В этом курсе вы можете изучать такие темы, как хобби, еда, вождень и другие вещи. Если вам интересно, то обязательно переходите по ссылке вот здесь или в описании этого видео. Всё! Спасибо вам большое, друзья! До скорого и пока-пока!